Приветствую вас, уважаемые зрители нашего канала Сталинград. Сегодня у нас в эфире по скайп-конференции известный экономист, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. И сегодня мы обсуждаем актуальные проблемы экономики, связанные с падением рубля и с эпидемией коронавируса. Валентин Юрьевич, все-таки начнем с падения рубля нашей национальной валюты. Первый вопрос, это продолжится или как в прошлый раз 4-5 лет назад, потом все вернется дальше? Какие-то откаты будут, конечно, какие-то частичные ремиссии будут, но в целом-то тренд такой, что валютный курс будет понижаться в долгосрочной перспективе. Так что это очевидно, потому что валютный курс отражает силу экономики, а экономика у нас явно ослабеет. Она явно у нас умирает. До 100 рублей доллар может дойти? Да запросто. И до 200 может дойти. Да вон сколько угодно примеров в новой новейшей истории. Вон это после Первой мировой войны, Веймарская республика, там какое было и внутреннее, и внешнее обесценение немецкой марки. Там каждый день выдавали зарплату. Если ты до обеда не успел истратить эти деньги, то к вечеру это уже была просто макулатура. Понятно, что речь идет о внутреннем обесценении, но у нас-то ведь рубль, его покупательная способность внутри напрямую зависит от валютного курса. Безусловно, инфляция имеет место быть, потому что у нас же ведь цены в рублях выражаются, а половина товаров у нас импортного происхождения. Вторая половина товаров на российском рынке, хотя там и написано Made in Russia, но ведь составляющие компоненты не российского происхождения. Центральные банки идущих стран Запада синхронно понизили ключевую ставку, причем сразу жахнули там на несколько ступенек вниз. Там Федеральная резервная система на целый процент практически довела до нуля ключевую ставку. Банк Англии, он несколько лет вообще не трогал ключевую ставку, и он резко обвалил. Центральный банк Канады, ну и так далее. И эти меры, тем не менее, не остановят наступление кризиса. Кризис будет более тяжелый и более длительный, чем предыдущая острая фаза 2007-2009 года. Но, как всегда, спишут на какие-то совершенно эфемерные причины, в данном случае на коронавирус. А ключевые причины этого кризиса опять останутся за кадром. А таковыми является алчность хозяев денег и сама вот по себе эта социально-экономическая система, которую мы называем капитализм. Скорее всего, это действительно идет война на уничтожение, потому что мне трудно сказать, что там в голове у наших чиновников, министров, премьеры. Когда с этими людьми общаешься, у меня бывают иногда контакты с этими людьми, иногда действующими, а чаще уже с бывшими, выясняется, что у них там в голове сплошные тараканы. Ну, а другого-то и трудно ожидать, потому что ведь сегодня на пост министра, на пост какого-нибудь важного чиновника ставят людей, которые не задают вопросы, которые умеют исполнять, не думая. Вот это очень важное качество – не думая. Сегодня у нас выстроилась такая вертикаль власти, что там все встроенные в нее люди не должны по определению думать. Они должны быть полупроводниками. Что значит полупроводник? Он должен проводить приходящий сверху управляющий сигнал. Ни в коем случае не имеет права его задерживать какими-то своими встречными вопросами, сомнениями, предлагать какие-то контрпредложения. Люди нашей власти – это дрессированные хомяки. Дрессированные кем? Путином? Путин ведь сам часть этого стада хомяков, если честно. Поэтому хомяк хомяка не дрессирует. Нам надо, во-первых, не превратиться в этих хомяков, а если имеем дело с какими-то еще переходными формами, то постараться этих людей вернуть человеческое состояние. Другого никакого выхода из нынешнего кризиса я не вижу. Хомяк ведь не думает выгодно-невыгодно, у него рефлексия просто, понимаете? Человек – это существо, которое все-таки свободно. Свободно в каком смысле? Не в смысле, что мне все дозволено, а в смысле свободно может выбирать между добром и злом. Дрессированный хомяк, он уже снимает от себя эту обязанность, потому что за него эти вопросы решили вышестоящие инстанции. Вот это страшная вещь. Я могу четко сказать, что желает получить система на выходе из высшего учебного заведения. Некого такого субъекта, хомоэкономикус, с тремя рефлексами. Первый рефлекс, в нем пестуется рефлекс под названием «хочу удовольствий». Второй рефлекс, это более высокий рефлекс, «хочу быть богатым». Рефлекс алчности. И, наконец, третий, самый сильный рефлекс – рефлекс страха. Без этого управлять людьми невозможно. Невозможно. На самом верху находятся хозяева денег. Люди становятся очень управляемыми в атмосфере ужаса, в атмосфере страха. Это и надо хозяевам денег, потому что стадо надо гнать. Стадо надо гнать в нужном направлении. И стадо бежит туда, куда ему указывают. Это первая политическая задача. Вторая задача – экономическая или бизнес-задача. Вот на СПИДе. На СПИДе сделаны гигантские деньги. Ну, например, такая известная компания «Велком», которая выскочила как черт из табакерки и предложила свои препараты для лечения СПИДе. Каждый курс стоит десятки тысяч долларов. Они на этом заработали десятки миллиардов долларов. Я уж не говорю про государственные программы. Скажем, в Соединенных Штатах каждый год из федерального бюджета там выделяется по 40-50 миллиардов долларов на решение проблемы СПИДа. Это золотая жила. Это вот я то, что называю бизнес-цель или экономическая цель. Есть еще третья цель. Третья цель – самая страшная. В докладах «Римского клуба» сформулированы четыре основные задачи хозяев денег. Сокращение численности населения. Сегодня почти 8 миллиардов. Оптимально должен быть 1 миллиард. Второе – геиндустриализация мировой экономики. Третье – размывание национальных суверенитетов. И, наконец, четвертое, последняя задача, она же и конечная цель – это создание мирового правительства и управление вот этим самым мировым стадом человекоподобных размером 1 миллиард голов. С моей точки зрения, коронавирус – это уже боевой проект. Дело в том, что коронавирус – это уже переход к новой модели. Все, забудьте демократию, забудьте экономический либерализм, забудьте права человека. Здесь уже все по-другому. Здесь вас организуют как стадо, и вы просто одна голова в этом стаде. И никто не будет спрашивать этого барана, хочешь ты подвергаться инъекции или нет. Тебя этой инъекции подвергнут. И вот тогда, наверное, веселее начнет исполняться эта установка римского клуба, выход на показатель 1 миллиард человек. Ну, естественно, что стадо необходимо охранять, стадо необходимо контролировать. Здесь я опускаю все эти элементы вот этого концлагеря. Это интереснейшее описание. Но здесь я не оригинален. Могу отослать зрителей наших к романам «Антиутопиям» «Зорц Орвелл» 1984, там все написано. «Олдес Хаксли». Первый, кстати, роман «Антиутопия» – это Евгений Замятин. Роман «Мы» ровно сто лет назад был написан, 1920 год. Диву даешься, ведь все знали, все описывали. Но на самом деле я вдруг неожиданно обнаружил первую «Антиутопию», которая буквально описала сегодняшние события. Я поделюсь с вами маленьким своим открытием. Это роман великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание. Родион Раскольников». Все прекрасно помнят эту сцену убийства, но плохо себе представляет конец жизни Родиона Раскольникова. Ведь он оказывается в ссылке «Соня Мармеладовой». И там у него было несколько снов. Последний пятый сон. Посмотрите в интернете «Пятый сон» Родиона Раскольникова. Буквально про наш сегодняшний коронавирус. Одна страничка. Причем страшная картина. В этой страничке Родиону снится, что появляется какая-то язва, какой-то вирус. Причем эта язва, этот вирус обладает и умом, и душой. И он начинает людей уничтожать. Люди пытаются сопротивляться. Люди, значит, пытаются как-то о чем-то договариваться. Потом, значит, у них ничего не получается. Они начинают друг друга убивать и пожирать. И так далее, и так далее. Короче говоря, в конце этого «Пятого сна» Родиона Раскольникова остается всего несколько человек. Остальные друг друга убивают.